Здравствуйте, мои дорогие! Я на работе, приехали паломники из Аждода и Ашкелона. Вот сейчас еду их встречать, и мы отправимся в путешествие. Сегодня по Иерусалиму и по Иудейской пустыне. Так что всё-всё-всё, что мы увидим, я тоже вам покажу. Вот это мои паломники! Начали мы, конечно, со смотровой площадки. Мы посмотрели на дивный вид Иерусалима и потом отправились в русский Спасовознесенский монастырь на Елёнской горе. Это в двух шагах от места Вознесения. Сейчас в монастыре совершенно пусто, безлюдно. Только местные приезжают. Вообще христиан православных в Израиле очень-очень мало, поэтому это совсем единицы, кто приезжают помолиться, как-то помочь монастырю. Что говорить, конечно, сейчас монастырь переживает тяжёлые времена в финансовом отношении, потому что основной весь доход был, разумеется, от паломников. Если вдруг у вас есть возможность, желание помочь как-то Елёнскому монастырю, сейчас, наверное, самое время это сделать. А вот и Матушка Игуменья Варвара, человек очень мужественный и спокойный во всех жизненных обстоятельствах. Это часовня святого Иоанна Предтечи, место первого и второго обретения честной главы Иоанна Крестителя. Вот в этой ямочке по преданию был обретён сосуд с главой. На иконе мы видим первого подвижника Илёнской горы, Иннокентия, как он обретает главу. Впоследствии она была опять помещена им в землю, и уже вторично её обрели на этом же месте два инока из Сирии. Часовня известна потрясающей совершенно мозаикой, оставшейся здесь от армянского храма VI века, на которой мы видим флору и фауну Святой Земли. Из Пасовознесенского монастыря мы пешочком прошлись до места Вознесения. И здесь нас ждала вот эта вселенская тишина. Очень странное ощущение и молитвенное, и немножко тревожное, и очень сосредоточенное. Вот мы видим, как паломники утомились, немножко действительно жарко уже, и присели отдохнуть. И вот я давала группе время просто так даже посидеть у святых мест, подумать, отдохнуть и от моих рассказов, и от впечатлений. Всё молчит кругом, камни молчат, вот украшения на колоннах от крестоносцев оставшиеся тоже как-то затихли. А мы в автобус и спускаемся дальше в Гефсиманию. Естественно, что я показываю вам всё гораздо быстрее, чем это происходило в реальном времени. Вот мы прибыли в Гефсиманию, к подножью Илеонской горы. И здесь у нас по плану было три места. Мы решили начать с гробницы Божьей Матери, но у нас вышла импровизированная пауза. Вот у нас лидер группы устроила нам масленицу, раньше масленицы. И угощаемся потрясающими домашними блинчиками. Так что в городе Ашкелоне умеют печь рудские блины. Застеснялась хозяйка. Вот, угощаем прохожего араба, милостыньку творим. Русские блины. Палестина. Палестина, хорошо. Мой имя Халиль. Халиль, очень приятно. Маунт-о-Воливс. Маунт-о-Воливс. Это не запланировано по субботам, обычно ее нет. Это случайность. Вот мы видим, как не пускают. Ну, ничего страшного, мы помолились во дворе. Так что вот, посмотрим, как делается уборка. Вот, смотрите, убирают. Лампады моют. Лампады не приходят. Да, они не приходят. Он не пускает, чтобы снимали. Да, я знаю. Я чувствую. Поклонившись гробу Божьей Матери, мы отправились дальше и пришли. Те, кто были на Святой Земле, уже узнали лестницу. Правильно, в монастырь Марии Магдалины. Первым делом мы, конечно, поклонились мощам преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, помолились, и я дала группе свободное время, немножко самим помолиться в храме, посмотреть его. Храм в русском стиле, расписывали его Верещагин и Иванов. Это подарок царской семьи великих князей Павла, Сергея и Александра Александровичей. Здесь же находятся и мощи келейницы Елизаветы Федоровны. Вот они, преподобной мученицы Иннокене Варвары. И снова вот это удивительное ощущение тишины. Храм будто замер в ожидании чего-то или кого-то. После Марии Магдалины мы побывали в Гефсиманском саду. Оттуда я делала прямой стриминг для Инстаграм, так что можете заглянуть туда и посмотреть. И поспешили в автобус. Нам предстояла еще большая поездка в пустыню. Вот она, эта дорога. Я не ездила по ней почти пять месяцев. Скажу вам, что очень сложно вообще снимать и рассказывать группе одновременно. Я, конечно, делала небольшие паузы специально для съемки, но еще и было очень трудно, потому что меня саму переполняли эмоции. Мне то хотелось плакать, то хотелось смеяться от радости. Я безумно соскучилась по нашей иудейской пустыне. По этой пустыне ходили пророк Давид, Авраам, Исаак Яков. Здесь пас свои стада пророк Иеремия. Здесь в IV, V, VI веке жили сотни, тысячи наших православных христианских подвижников. Здесь буквально все пропитано молитвой, благодатью, историей, памятью. И, конечно, много-много нужно было успеть рассказать, пока мы не спустились в Иорданскую долину. Вот сейчас уже немножко видно было Мертвое море, а вот она, Иорданская долина. Направляемся мы к месту крещения, Господник, реке Иордан. За бортом 39,5 градусов. Пустынно, тихо, вот они места, где проповедовал святой Иоанн Креститель. У самого Иордана на месте крещения мы не видим никаких изменений, кроме того, что закрыт магазин, где раньше гиды пили кофе и чай, а паломники покупали рубашки для окунания. И, конечно, нет нигде людей, практически нет. Чуть-чуть местные какие-то, даже не группы, просто сами люди приезжают посмотреть, с детишками некоторые были. А вот беседка, в которой проводится Великое водоосвящение на Богоявление 18 января, когда патриарх приезжает сюда на Иордан. Сейчас приближается очередной урожай фиников, поэтому невероятные финики просто повсюду. Кстати, финиковая пальма у нас приносит 4 урожая в год. И вот мы спускаемся к Иордану. В этом году было зимой очень сильное наводнение, и все мостки, всю эту деревянную купальню практически снесло. Пришлось ее переделывать, ремонтировать и с нашей, и с Иорданской стороны, на том берегу государства Иордания, королевства Иордания. И вот в том самом месте, где Господь наш Иисус Христос крестился, окунаются наши паломники. Мы видим с вами, что вода довольно мутная, и Иордан довольно сильно обмельчал. Это обычная история летом у нас. Но мутность воды никого не смущает. Все местные хорошо знают, что это песок, это не грязь. Вот такие заросли камышей здесь. Один из наших паломников коснулся рукой ограждения, и тут же подошли девушки-солдатки. Государственная граница, переплывать нельзя. Вы знаете, во все продолжение этой поездки меня не покидала мысль, а живут ли вообще святые места без паломников. И я пришла к выводу, что паломники, молящиеся, просто необходимы на святых местах. Иначе святые места как будто теряют смысл. Ведь Богу не нужны просто камни, которые отмечают какие-то памятные географические точки. На святых местах молитва человека становится сильнее, и он ближе подходит к Богу за счет этого. Вот ради этого святые места и существуют, и могут существовать. Пока что не удалось нам проехать в Иерихон. Попробуем с другой стороны. Но прибыли мы в монастырь Герасима Орданского. Вроде бы как здесь все открыто. Сейчас пойдем и посмотрим. Ничего особенно не изменилось, кроме одной вещи. И нету туристических автобусов, и нет групп паломников, которых обычно здесь всегда много. Вот наша группа, немногочисленная, самых смелых путешественников-паломников в Израиле. Монастырь Герасима Орданского стоит на месте лавры преподобного Герасима, подвижника, жившего здесь в V веке, и известного истории со львом. У преподобного был ручной лев, который вместе с монастырским осликом носили воду из реки Иордан. Однажды проходившие мимо караванщики ослика украли, а преподобный решил, что лев животное съел. В наказание лев должен был сам теперь носить воду из реки, что он смиренно и делал. Прошел год, караванщики возвращались обратно. Лев признал ослика, напал с рыком на караван и вернул ослика домой. Преподобный Герасим попросил у льва прощения и нарек ему имя Иордан. На всех иконах преподобный Герасим изображается вместе со своим львом. Вот здесь слева раньше была иконная лавка, сейчас закрытая, где можно было купить икону преподобного Герасима Иорданского вместе с его львом. А вот и достопамятный ослик. Ну, пойдемте, пойдемте, заходим. Как сон волшебный, как сказка, что можно зайти. Паломников, к сожалению, нет, туристов нет, но монастырь открыт, тихо. Вот он, монастырь святого Герасима Иорданского. Как и раньше, каждому дарят подарочек, благословение от монастыря. Каждому дают свечечку. Нас встречает преподобный Герасим. Интересно сказать, что все иконы на иконостасе в верхнем храме монастыря русские. Они были привезены паломниками из России в конце XIX века и писаны в Москве. А вот образ Почаевской, Матери Божией, тоже подаренный паломниками. А вот и еще один образ преподобного Герасима. Буквально перед Пасхой этого года закончили ремонт в храме. Обновили иконостас, росписи освежили. Видимо, в ожидании большого числа паломников. Как мы видим, ничего особо не изменилось. Но вот угощения привычного сегодня нет. Потому что нет паломников, и видно из-за коронавируса. Нет и угощений, и лавка так открыта только наполовину. А в остальном все так же. Те же записи духовной музыки, которые всегда здесь. Так же монах мой двор привычно. Давайте заглянем в пещеру, где святое семейство останавливалось по дороге в Египет по нашему палестинскому преданию. Там, правда, темновато. А, нет, нам зажгли свет. Прекрасно. Вот здесь по преданию останавливалась Матерь Божия с Иосифом и с Богом Младенцем Христом по дороге в Египет. И здесь она покормила его молочком. Поэтому здесь чудотворный образ Матери Божией. Млекопитательница. Вот здесь у иконы есть лампадка и маслица. Можно помазаться. Так и раньше было, так и сейчас осталось. Вот собака отца Хризастома, кстати. Мы собираемся уже уходить из монастыря, но по доброй традиции здесь невозможно не показать что-то из нашей растительности. Вот, поглядите, это растут финики. Они растут в мешочках для того, чтобы птицы не клевали и чтобы удобнее было собирать. А левее вот это папайя. Вот так она растет. Очень вкусно. Очень вкусно. Елене, любите папайю? Да. Это очень вкусная штука. Папайя. Это очень полезный на самом деле фрукт. Его едят с лимонным соком обычно. Вот здесь вдоль заборчика растет базилик. Прямо над ним цветет олеандр. Чуть правее магнолия. Это я прям не схожу с места, стою на той же точке. А над ней, посмотрите, какие шикарные финики. Финиковая пальма, финики в сетках, чтобы птицы не клевали. Я уже об этом говорила. Вот такая красота. И еще, чтобы не обсыпались, кстати, тоже. Они же гроздьями растут, чтобы не терялись. Ради прихода нашей мини-группки открыли кафе. Действительно, очень жарко. Очень хочется холодного сока, мороженого. Вот там есть справа термометр. Сейчас подойдем, посмотрим, сколько градусов. Вот показывает. 40 градусов. Мы покидаем у нас Тель-Герасима-Орданского и едем брать Иерихон. Мы пытались попасть в Иерихон, нас не пустила армия. Сейчас попытаемся сделать это снова. Иерихон находится на территории палестинской автономии, но обычно въезд сюда беспрепятственный для туристов, паломников. Сейчас из-за коронавируса все совершенно по-другому. Полиция на чек-посте объяснила нам, что в город пускают только тех, кто там живет. Все храмы и монастыри закрыты, и никаких туристов ни под каким предлогом, увы, не пропускают. Мы попытались сказать, что даже из машины выходить не будем, но нет, нет и нет. Пришлось нам разворачиваться и продолжать наше путешествие дальше. А направляемся мы к монастырю Георгия Хазевита в ущелье Ваадикельт. Это удивительный монастырь с удивительной историей, связанный сразу с несколькими событиями и библейскими, и евангельскими. В монастыре находится пещера, где молился Илья Пророк во время засухи. Здесь же молился святой праведный Аким о даровании им санны чада и узнал о рождении Пресвятой Богородицы. Здесь же жили подвижники преподобный Иоанн Хазевит, Георгий Хазевит и наш современник Иоанн Румын Новый. Мы идём на смотровую площадку, поскольку монастырь сейчас закрыт. Очень жарко, но ветрено. Это немножко облегчает. Да, вот это и есть монастырь Георгия Хазевита. Там находится пещера, в которой три с половиной года жил Илья Пророк, то, что я вам рассказывала. И там же молился и Аким о рождении, Матери Божией. Ветер, конечно, очень сильный. Мы прямо на таком ветру с вами. Просто ураганный, горячий ветер. Духовка с конвектором на полную мощь. Внизу по ущелью протекает тот самый поток хураф, из которого пил во время засухи Илья Пророк. Водотечь построили ещё римляне до Рождества Христова, и идёт она до самого Иерихона. А вот в этих горах, в пещерах жили отшельники. Паломники наши очень устали. Уже скоро пять часов вечера. Нам пора возвращаться обратно. Вот такое путешествие получилось у нас 8 августа в субботу. Мне так хочется всё-всё-всё вам здесь показать. Мне хочется снимать о Святой Земле просто целыми днями. Но, к сожалению, это невозможно. Есть масса другой работы, необходимой. И вот теперь хочу вас обрадовать. У меня появился друг и соратник в этом деле. Кроме меня на Топусе есть теперь ещё один гид по Израилю, по Святой Земле. Это Юля Хович. Некоторые из вас уже видели её замечательную экскурсию по Кесаре. Кто не видел, обязательно посмотрите. Теперь же Юля порадовала нас новой экскурсией по старому Яфу. Называется она «Легенды Яфо». Объясню, почему такое название. Яфо – это не только древний морской порт, куда пребывали паломники во все века. Город гораздо старше, чем вообще паломничество. Яфо, как считают учёные, примерно пять тысяч лет. Соответственно, с этим городом связаны некоторые древнегреческие мифы. С этим городом связаны библейские истории, касающиеся Ноя, пророка Ионы. Евангельская история, связанная с апостолом Петром. Вернее, это в деяниях апостольских написано. Новозаветная история. И также множество всяких легенд, историй, преданий, которые за века развелись, скажем так, прижились в этом городе и уже являются неотъемлемой частью его исторического облика. И вот Юля, как страстный любитель Святой Земли и очень хороший рассказчик, замечательную-замечательную прогулку для вас подготовила. Так что все, кто любит Святую Землю, скорее переходите по ссылочке. И пока, к сожалению, нельзя нажимать прямо на экране. Я мечтаю это сделать, но жду подтверждения от Ютьюба, чтобы можно было прямо на экране нажимать и переходить. Так что пока нажимайте, переходите в описании видео. Там всегда есть ссылочка на наш сайт видеопутешествий. Нажимайте, и прямо в первом ряду слева будет стоять экскурсия Юли Хович, легенды Яфо. Ну, а я с вами прощаюсь. Обещаю выходить в эфир как можно чаще. И желаю вам всего самого-самого хорошего.